Приветствую вас, Светлана. Ну, наверное, я, пожалуй, скажу, что вы большая молодец, что решили обратиться с проблемой со своей, потому что это действительно важно, это действительно серьезно, то, что происходит. Но вместе с тем нужно понимать, что существует то, что можно изменить в принципе. То, что можно изменить в принципе, то, что можно поменять в принципе. Вот. А есть те вещи, которые не изменить в принципе. И одна из этих вещей, которая вот не изменить, это какой образ жизни у вас и вашего мужа. Да, это относительно стабильная вещь. В том плане, в том плане, что это можете изменить тоже. Но только при условии, если есть такое желание у вас, если есть такое желание у вашего мужа, ну и так далее. Это было. Значит, что-то происходит, вполне естественно, если, ну, ребёнок много времени проводит, проводит с мамой. Если ребёнок проводит время только с мамой, то с beardskuool, говорит, что это совершенно нормальное, логично, оно будет деготить к вот таким вот такое вот весям, таким женственным весям. Вот, потому что, ну, так развивается ребенок. Что здесь можно сделать? Ну, во-первых, конечно, отношения между вам и вашим мужем требуют корректировки, вот, там и что. Ну, хорошо, как бы, отец на работе, но он же относится как-то к своему сыну, он хочет проводить свое время. Здесь важно не то, сколько времени проводить отец с ребенком. Здесь важно скорее как. То есть вот, именно, именно, каким образом взаимодействует отец с ребенком. Насколько он это делает качественно. Вот. И, соответственно, это нужно корректировать. Соответственно, у ребенка есть какие-то личные свои собственные трудные институты. Надо, скорее, вот, как-то, к детскому, ну, к детскому психологу. Обращаться. Вот. Чтобы, ну, именно, с детским, с детским психологом разобраться уже, что непосредственно происходит с ребенком. Например. Например. Вот. Вот это то, что я могу вам сказать. На данный момент. В принципе, наверное, больше пока. Больше пока, наверное, ничего. То есть вот. Слишком мало информации о вас и о ребенке. Как мне представляется. То есть, ну, понятно, что происходит. Да, проблематика есть на. В целом. Вот. Ну, этого, на мой взгляд, мало. Хочется все-таки немножко больше. Вот. Что здесь можно сделать? Ну, во-первых, для ребенка принципиально. Чтобы, чтобы, чтобы его принимали таким, какой он есть. Вот. Это для ребенка очень важно. Чтобы его не отвергали за то, вот, ну, за то, какие у него предпочтения за то, какие у него там. Интересы. За то, какие у него идеи могут быть, да. Например. Чтобы он не сцедился этого. Чтобы спокойно позволять ребенку быть с собой. Но при этом адекватно общаться ему с обоими родителями. Вот. чтобы все, что делать самолетrico dadurch, как сделать это максимально, чтобы сохранить. С Mullica сделать максимально. Корректно делать это максимально. Г России грамотно. Вот. Вот, и, ну вот, тогда, я думаю, ситуация будет улучшаться. Сейчас она не улучшается, это понятно, потому что все в таком, вот, относительном, ну, относительном заставе находится. Вот. И вы, совершенно логично, привозитесь в будущее своего ребенка. Вот это нормально. Ну, на мой взгляд, это нормально, более чем нормально. Вот, ну, только нужно, ну, нужно, чтобы это было, знаете, ну, не во вред, а, ребенку, чтобы это было, вот, как-то, на пользу ему. Вот. Такая вот история. Так мне кажется, можно вам ответить на вопрос, на, на вас. Как мне это видится, по крайней мере. Так мне видится идея именно, вот, вот, именно вот в том, что, аааа, слишком много женского у ребенка, да, и слишком мало мужского. Ну, может быть, это, аааа, высчитывает конфликты. То есть, ребенок, ааа, например, интуитивно может думать, что, ааа, если он, вот, действует, так, как он здесь вот, ааа, что он, он помогает таким образом себе справляться с теми трудностями, которые у него есть. То есть, я имею ввиду, ребенок может использовать подобное поведение, как, ааа, способ защищаться от, от возможных, ну, каких-то, вот, трудностей, от возможных проблем, от возможных проблем, от возможных проблем. Конфликты, от возможного негатива, если, если, ну, если, если негатив этот присутствует, да, конечно. Конечно же, если негатив имеет место быть. Вот, ну, вот, примерно, примерно так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы пытаетесь. Ааа, на этом все, пока что, я думаю, я думаю, сейчас я посмотрю. Так, как исправить, ну, кстати, вопрос ничего не надо. Так, о постоянном работе. Так, боюсь последствий. Как, как, каких последствий? Чего именно вы боитесь? То есть, знаете, ваша тревожность, да, по поводу ребенка, она, не помогает, маму ребенку. К сожалению, к сожалению, поэтому, какая тревожность? Чего боитесь вы? Идеально было бы, если бы вы вместе социумом обратились на консультацию и пообщались. Вот, я думаю, подкорректировав ваше поведение, можно вполне помочь малышу. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был болезнен вам. Желаем всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok